За окном троллейбуса сейчас новый микрорайон города. Здесь рогатый транспорт еще не курсировал. Первопроходец Сергей Дмитриенко уже больше 10 лет работает водителем. И ехать за рулем новой машины рассказывает одно удовольствие. Очень удобно. Тут обслуживают 9 камер. Не только можно. Вот, пожалуйста, меня видно, вид в кабину видно. Там все определенно, все указано, все безопасность превыше всего. Троллейбус 22-го года выпуска приехал в краевую столицу из Саратова и стал 37-й машиной во всей России. Главный плюс – автономный ход. Теперь маршрут транспорта может продолжиться и без подпитки током. Водителю достаточно, не выходя из кабины, отключить рога от контактной сети и продолжить поездку. Зарядка происходит достаточно просто. Она происходит в течение, в зависимости от токов нагрузки. Не буду вдаваться в технические параметры, но это от 30 до 40 минут. Самое главное, что данная функция, она динамическая. То есть троллейбус заряжается, когда осуществляет продолжение маршрута под троллеями. Так, на заряженных батареях троллейбус сможет проехать до 30 километров. Сейчас уже обкатывают намеченный маршрут. Новый транспорт соединит российский проспект с железнодорожным вокзалом краевой столицы. Сейчас мы едем по улице Тухачевского и вот видим небольшую аварию. Еще один плюс автономного хода. Мы просто объедем ее и не будем стоять в пробке. Кроме явных технических преимуществ, порадует ставропольцев и комфорт нового рогатого. Климат-контроль, встроенные экраны, автономное освещение и, конечно, удобные сидения. Не считая проверочной комиссии, мы с оператором первые пассажиры нового троллейбуса и уже успели оценить все его преимущества. Взгляд привлекает не только прекрасный вид облаков над головой, но и, конечно, USB-зарядка. Из-за больших площадок троллейбус сможет вместить до 90 пассажиров. Троллейбус также оснащен дополнительными сидячими местами для инвалидов или мамочек с колясками. Здесь можно не только присесть, но и при необходимости вызвать водителя. Пока краевая столица тестирует лишь первую машину. Но у города есть планы в ближайшем будущем обогатить сеть общественного транспорта новыми комфортными троллейбусами. Строить контактные сети и подстанции очень дорого для предприятия, для краевого руководства. А этот троллейбус имеет до 30 километров автономный ход, который спокойно будет обслуживать пассажиров в густонаселенных районах. 23 марта троллейбус на автономном ходу выйдет на улицы города. А ставропольцы уже успели оценить красоту и перспективу такого транспорта. Тут я гуляю по парку, иду, увидел. Ну, зайду, подойду, посмотрю, спрошу и все прочее. Меня интересовало, что он будет ходить по потоку и без тока, по-моему, 30 километров. Буду ездить и очень рад за гостей Ставрополя, за жителей Ставрополя, что они получили такой новый автобус. Очень шикарный, очень красивый, уютненький. А это очень покупают для того, чтобы просто-просто не мимо пройти, а просто в него сесть и проехать хотя бы одну остановочку. Честно сказать, в восторге. Дай бог, чтобы машины побольше вот таких у нас было. То, что, ну, как говорится, город оживился электротранспортом. А первыми прокатились на троллейбусе нового поколения Виктория Шкальная и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.